Решу сходить в армию. Ну шо вы такси... Боже мой! Чтоб сварили тут. А шо варити сьогодні? Шо варим? Те, що дають. Ні, ну сьогодні у вас шо? Шо в нас? Чай. І печення. А каша якась? Каша? А де ж її зваришки? Посадки дим пустить? Так може ми просто каші не поїсти. Ясно. Не вовремя ви приїхали. Чого? Ну дивіться, що робили. Ну дерева я сам собою не самі попадав. Що сьогодні луплять більше ніж звичайно? Та ні, бо завчора було тепло. Сьогодні нормально. Ну так ви кажете, що тут нормально приїхали? Та все одно. Зульний згадат може прийти. Що сьогодні дуже доволі. Ну як ти сказати? Та кажи як ти. Страшно, що сюди стріляє весь час. Доброго дня. Доброго дня. Тут якось завпало, що тройка і ми. І люди. Завтра будеш в нову саду. Росія. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Пускайте. Та я вже звідси бачу. Що все добре. Погоді, погоді. Тут взагалі пісня. Угу. Серега! Скільки ракет випустив? Дві. Ой, їбать вона в'їбала. Чуюсь. Та там від неї взагалі ніхуя не залишилось. Командир, я в туру ракету з слідами на глазах пускав просто. Та їй так в'єбало, що там можна трьох бурятів в одного докупи скласти. Не, вона спочатку просто. А, ну так, вже взорвалась. Коли ми ходили, вона просто дымила. Ёбаній рот. Видно, вона повна БК була. Ну так, бо спочатку тридцатка лопалась, а потім сутка почала. Серега, ти каратін. Та пірла швидко, капец. Я думал, не догоню. Догнал? Хе-хе-хе-хе. Я їбу. По іншим основам не скажеш. Туди поки не потрібен. А за столом? Так, так, так. Я ї. Я. Я навіть не повірю, що у БКІІІ колись було. Це ви особисто збили? А чому ви збили? Вторим. А почему вы смеетеся? Сейчас этим никого не удивишь. Не боитесь, что сейчас отвятка будет лететь? Ну так, хотя летит, что сделаешь? Ну их надо бить, в любом случае. Вы сказали, как мы пришли сюда, что это лучшая работа в мире. Мы захищаем свою землю в первую очередь, чтобы быть лучше. Мы всегда двигаемся, мало ли мы сидим на одном месте. Например, если мы в ОСЕ 8-9 месяцев, мы должны сидеть на тихих глубоких позициях, какими-то темпами просуваться по чуть-чуть, то тут мы за два месяца уже поменяли десятки населенных пунктов, но всегда в РУСЕ. Что было наиважно за эти два месяца? Что было наиважно за эти два месяца? Ну и где? Да вот тут, неправильно, самое наиважно. Конкретно это место. Чего? Ну тут просто враг, ну мы уже не первый день стоим на месте, вот тут. И враг уже мает деякие пристрелянные позиции. Ну и плюс их артиллерия, где есть как-то понимание, куда она стреляет. Вот от этого. А если бы были довшие, я так думаю, трошки довшие маневренные дии, то им было тяжело прибиваться до конкретных каких-то мест. Если враг прорветься вот так, то он будет так называемым клешком. То есть, клешком – это один слой, а клешком – это два слоя. Они так и хотят сейчас сделать. Ну, я себе так думаю. Ну и так и військовые аналитики кажут, наши эксперты, чтобы взять в два кольца, типа, в два кольца настримовать. Ну, я сомневаюсь, что им это удастся. Мы для этого все делаем и будем дальше делать. А вы тут старший? Ну да. Ну, это мой ВОП, типа. Тут я старший, да. Сколько вам лет? 23. По вас тут не попадают? Да, попадают. Попадают. Шить добрый? Ярик, ты не показывал нам? Нет. Покажешь по дороге назад. Но без втрат? Без, без, да. Ну, пока да. В яме ховаемся. Да. То и без втрат. Лопата лучший друг пехотинца. Нам пів секунды снаряд не чуем, мы уже в ямах. Да. Мы обгоняем снаряд. Мы рекорды ставим, кто быстрее запринет. Ну, у них не сильно прицельная судьба у них. Моментальный. У них квадратно-гнездовой метод, то есть они просто так, арты просто много у них. Да, вот это ж много артиллерии. У них именно артиллерии просто королу сколько. То есть они поэтому как бы не очень там сильно выцеливаются, они просто косят все подряд. Вот так цукру готовы, сладкого хочется. Да нет, просто цукр какой-то не солодкий. В моих краях солодче. Да, я люблю сахар. А ты думаешь, товарищу сержанту легко? Передвигаться так ловко. Товарищу старшему ена то тяжело. Какие дают зараз за подбитый БМП? Какое-то дело не в деньгах, я даже не знаю. Ну все, оно цікаво. Не знаю. Да, если честно, мне в этом месте... Там, по-моему, боевая броневая машина, что-то от 100 тысяч гривен. Ну, так я читал. Я в этом месте пришло в 115, почти в 116. Я их в себе ставил 5000, остальной маме отправил. Я не знаю, куда их тут тратить. Ну, домой приеду, может, соображу. У нас не все друзья айтишники, в принципе, сейчас. Скажи, как идет военкомат. Я предлагал. Он скажет, пока посажу. Рано, уже не готов. Я сначала смотрела, как цветочек. А что у тебя было? Что это? Танк? Ну, башню с танка оторвал, лежит и два люка, как глаз. И типа череп. А зубы типа активное броня. Я перевернула. Воно, как пошло в народ. Да, да, воно взлетелося вообще. Да, так воно на черепу попали. Это ваша фотка? Это моя. Ирина. Это моя? Да, вот эта фотка. О, и воно очень круто. Ну, так получилось. Это біля Гусаревки, ну, в Гусаревке на поле. Лезет вся башта, воно просто зірваний танк. И воно летела просто далеко от решеток москалов. И просто лежала, ну, такая башта окремо лежит на поле. Ну, я подняла там, прикольно лежить, я сфоткала. Потім мені порадили, що треба її перегурнути. Ми її перегурнули, ну, і вона пішла в народ. Там з нею почали якісь там шеврони, обкладинка там, книга Влада Сворда. Потім ще, я побачила, що сьогодні на обкладинці за іконом із цю фотку взяли. Да, воно дуже класно просто. А, і нам ще писали з якогось музею, кажуть, ми хочемо забрати цю башту. Я говорю, 11 тонн приїжджають. Вона там лежить далі. Тим більше, з окупіруємо територію. І той інтерв'ю таке давача, я вам говорю. Так, ми їздимо. Так журналісти їздять на позиції. А, треба сказати, ставте лайк цьому відео, підписку. Ми стараємось для вас. Ми знаємо, що дуже мало матеріалів з передової. І що важливо розуміти, як відбувається все. Як, взагалі, воюють наші військові. Тому, я думаю, що бути вдячний за те, що ми намагаємося це показувати. От їздить, чи навіть так. Лайк, підписка, share. Вони оттуда можуть прострілити просто прямо по нам. Оттуда не? Да. Тут прилетки, получается, постоянные. Тоже иногда не пойдем. Так що не получится, наверное, туда пройти. Ну, можем чуть пройти вперед, конечно. Просто здесь разрывы прямо тут. Не надо, наверное. А що у вас там стоїть? А що у вас там стоїть? Да. Та давайте пройдемте сюди. Ну давайте. Що, ви давно так? Ну, именно на этой позиції. Около 2-х недель. А ви вообще воюєте? С 1-го дня. С 4-х часов утра до 24-го. Не, ви вже були одні? Конечно, конечно, да. Ротация уже не первая. Ну а кто кому більше насыпает? Мы, конечно. Мы, конечно. Конечно, мы. Около 2-го дня. Около 2-го дня. Около 2-го дня. Ну, щас днем спокойно. Тем более, мы готовы их встретить. Добро пожаловать. Все есть. Джавелины и лавы тоже. Все спрятано. Ну, все. Дальше по дороге. Вот конец посадки. Это уже их позиция. Там танчики. Ну, они только вылетают. Мы их сразу убиваем. Так что тут у них шансов прорваться. Ноль. А вообще пробуют? С какой периодичностью? Каждый день. С утра. Ну, начинают ночью. И так утром. Ну, имеете ввиду, что артиллерии кроют? Артиллерия, вертолеты. Начинают обстрелы. А пехота, танки? Ну, уже не идут. Все потому, что мы их на начальном этапе всех ровняем. Так что... Не получится, да, прорваться. Ну, так и чего они могут добиться вот такой вот? Просто теряют людей, вертолеты, танки. На этом все это заканчивается. А вот на вашу думку, какая зараз самая найгорячая точка? Ну, она везде горячая. Я думаю. Везде есть свои проблемы. У них. Ну, у нас как бы. Все заряжено, все готово. Так нормально. Будем сдерживать. Мимо пошла. Да. Ну, как свистеть. Кстати, я тоже заметил. Я буквально вот отсюда скатаюсь туда полторы секунды. Я не думал, что ты так быстро бегаешь. Мы тоже не думали, кстати. Я тоже не думал. Все очень быстро бегают. Наверное, прыгаю. Ничего не цепляется, кстати. Ну, как раз как стоял с тарелочкой можно стоять кушать. Купы там же оказываются с ней. Дай Бог здоровья их нему наводчику. Ну, вот рядом выстрел ДРГ через посадку пойдет. Выстачаем, все выстачаем. А бывает они ходят, да, небольшими группами? Конечно, да, небольшими группами постоянно проходят. Вот отсюда, отсюда, отсюда. Поэтому... Ночью особенно. Ночью пытаются. По три, по пять человек вот они хотят вот так проглезть. Ну, в тепловизор их видно нормально. Конечно, да, их видно хорошо. Подождем пока не подходят. И потом что делать? Чай, кало, капучино? Вот чай, вон больше по кофе лежит. Там в кофе лежит, да, заварной такой. А это чай, да? Вон сахара можно добавить, да. Все, солдати, как думаете? Не, не напейтесь, ну что вы так... Ладно, я справлюсь. Если свистить, то не сюда. Если свистить, то не сюда. А там же колись через нас все. Добре. Все ховаются там, а он тут. Что там у вас помещается? Помещаемся? Ну, а что кроме вас помещается? Ну, трошки речи можно в куток скласти. Автомат, РПГ поклав. Аби не броняки автомат, то... Пикник. Солдат достойко и будете принести себя от решения солдатской службы. Хотя статута. Я слышал, что сложно победить солдата, который бегает вместе с окопом. Ха-ха-ха-ха-ха. Немально, надо, когда копаемся, все что будет... Да. Доброе все. Мама не хвилюется, как есть возможность. Звоню домой. Питаю, как что. Что? Вот. Вона по старому знакомству с волонтерами плете маскувальную сетку. Не боимся. Я думаю, она сильно переживает. Она иногда даже разговаривает по телефону, плакать начинает. Ну, я понимаю, она переживает. Два сына на войне. И оба на передку. Как-то не знаю. Так что надо стоять. Ну, а вот смотрите. Кажут, что россияне не умеют воевать. И другие говорят, что россияне другая армия света. Вы что думаете про посадки дальше? До второй армии света им далеко. Дуже далеко. А чого так? Воевремя войны, как сказал Жуков. Бабы дури новых наражают. Вони людей пхнуть и пхнуть. Им не жалко своих. Им не жалко своих. Пучное мясо. Тут за каждого переживает солдат, который есть хороший, плохой. За каждого солдата переживает. Не, ну, они все ж ждут 9 мая. Ему ж надо тому идиоту, чтобы показать Путину, я думаю. А он только пока спит. Голый запись. Ничего. Постежание. Ну, ноль. Сколько мы их предложили? Песня разобрался. Побеглись? Побеглись. Давайте, давайте. Побеглись. 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 Громадская легендарная 93-я бригада, которая называется Холодный Яр. Это артилеристи. Мы сейчас на их позициях. Хлопцы работают тут щоденно, щоночи. В них нет связи. Они живут в этих машинах. Тут едят, тут сплять, если нужно. И прикрывают нашу пехоту. Тут это харкевский направление, а точнее, изюмский. Найважчая сейчас дельянка войны. Прости военные корабли, идите нахуй! Все проживаем в машинах. Машина подвоза там находится. Единственное, что готовим пищу в другом соседнем селе. Кормимся, пытаемся нищим у врага великой кількости. Бо у нас такая задача. Был уничтожен штаб. Также есть подтверждение уничтожения подраздела Росгвардии, который был заведен на нашем направлении. Был уничтожен колону техники броняной и колесной. Также был уничтожен один артилерический взвод 152-го калибра. Также была уничтожена колонна паливозаправников, которые предназначались для заправки танков. Также была уничтожена установка санцепьок. Дальнобойная артилерия МСТА причепна. И вы говорите, что за вами пилуют? Да. Безпилотные и летальные аппараты. И самолетная артилерийская установка. Дальнобойная. Какие это? 100. Это 2С19. Санехидная артилерийская установка на базе СУСТУПЕ. И так же пилует один взвод 2С3 «Акация». За нами. Так еще, как у нас авиация расшука, но еще до нас не добрылась. Ну, немного тяжело, но через то, что они надсилают много беспилотных и летальных аппаратов. И они нам немного не дают работать. Но мы все-таки их обманываем, выкручиваемся, уезжаем на новые ряды. И там проводим вражение врага. Вы просто видели, тут по дороге много спаленої техники. Ну, то все, хлопцям работа. Это они так сделали. К сожалению, нам достается, как можете видеть. Моя ласточка. Тоже была побита. И сзади, да. Так, это уже после обстрела проводилось. После обстрела, это врага артиллерия. Мы играли. Воювала артиллерия на артиллерию. И все, наслідки. Но особенный склад остался целый. Машину трошки побило. Но ничего, мы поставили на ноги. И она снова встроила. Это произошло во время обстрела. На боевом выездке. Снаряд врага упал где-то 4-5 метров от машины. И уламками задав великой шкоде пробив баки. Но люди работают, ремонтуют. И мы снова готовы на ней ехать. Скажите, вы ждете на салу, 155 мм? Америкацьку? Америкацьку? Скажем так. Мы были бы очень рады. Научиться, мы научимся. Быстро научимся. Ситуация такая. Но нет. И на них справимся. Это даже кухня? Да. Грубо говоря. Только так костры вообще не разводим, не жжем. А это зейсу выдают? Нет. Это волонтеры привозят, да. Это кто? У меня. Угу. Угу. Серьезный звук. Да. У вас тут нема такого? Нет. У нас телефоны все выключены. Кстати, рекомендуем и вам на данный момент это сделать. Да, да, да. Повыключайте телефоны, если можно. Это наша машина. Ну, конкретно моя, моего экипажа. Вы тоже? Да. Я командир гарматы. Это гармата? Это гармата. Так она называется. Ну, в артиллерии и так заведено. Хоть это прищепная артиллерия, или самохидная установка, это гармата. Просто на базе МТЛБ. Так, без сноровки, обережно. Очи можно повыкуливать. Ага. Ця, конкретно ця гармата, вона уже пішла на замену нашої ласточки, яка трошки більше была пошкоджена, ніж та. Экипаж не постраждал? Экипаж постраждал. Спочатку вибил один член экипажу, он сейчас трехсотый, он в госпитале. На его место сев. На тот момент он был собом, ну, заменював собом. И он был трехсотый. На жаль, его не довезли. По ним сразу начала працювать артиллерия. Прилетели касетные боеприпасы, насколько я знаю, они сейчас оборонены. Он был старшим, скажем так. Он был командиром взвода. И втрата, не по правилу, но втрата. С ним служил разом батько. И... Батько залишился живым, так? Батько залишился живым. И, ну, батько забирал его. Втрати. Не то, что деморализуют. Вони, наоборот, дают нам больше злости. И ты, когда уже буваешь от томи, ну, потому что втомлюешься, думаешь, трошки десь послабится, и ты згадываешь хлопцев, и тогда у тебя нет никакого сна, все. Ну, конкретно меня мотивирует. Я когда вижу... Мы тут взагалі мало бачим детей, но когда я вижу, как дети бегают... Ну, там, иногда мы там выезжали два-четыре раза из села. И я вижу, что в этих селях живут дети. Ну, это у меня просто... Потому что у меня 7-го хлопчик. И ему 2,5. И у меня это просто... Ну, рвез с середины. То, что там промелькают... Ну, новини про то, что в Буче они витворялись. Взагалі, до них никакой пощади нет. И не будет. И от нас, загалом, хаин, они не ждут этой пощади. Закони рыцарства уже не действуют на этих... Ну, это же не люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова